Всем привет, с вами Юмилия. Мы с вами неоднократно смотрели на разные секреты, лайфхаки, хитрости девчонок, но сегодня этот видос будет мне безумно интересен и полезен, потому что я больше буду узнавать о вас, мои дорогие, о основной моей аудитории. Девчонкам, кстати, тоже привет, давайте смотреть вместе и узнавать много чего нового. У нас два видосика от фото, первый, где раскрываются секреты, а затем второй, каждый парень делал это. Интересно, что? Давайте смотреть и слушать вместе! Парни, делитесь секретами, о которых не подозревают девушки. Любопытненько. Многие мужчины испытывают тревогу и... или депрессию, но у нас не принято говорить об этом. Мы будем немного раздражены, если ты поднимешь эту тему. А вот это на самом деле плохо, потому что, обсудив какой-то негативный момент, его можно решить. Иногда мы писаем на следы от какашек в унитазе, потому что мы слишком ленивые, чтобы использовать ёрши. Если ты сделаешь комплимент по поводу моей внешности, скорее всего, я запомню это навсегда. Ого! Я до сих пор помню, как впервые отрастил бороду, и девушка в колледже мне сказала, что я выгляжу клёво. С тех пор так и хожу с бородой. Ого, я прям вспомнила, как сделала комплимент другу, что у него очень красивые глаза, но они реально у него очень красивые, выглядят он прям красиво. Будучи взрослым, я не ожидаю, что ты спустя годы будешь выглядеть как супермодель. Да, иногда я вижу тебя такой же, как 30 лет назад, и каждая морщинка и изъян исчезает. Ой, какая милота. Да, иногда я вижу каждую морщинку, и я знаю, где ты заработала каждую из них. Они тоже прекрасны. Это так великолепно, что есть такие мужчины, потому что бывают такие, так скажем, мужчины в возрасте, которые вроде бы нашли свою любовь, вместе проходят с ней сквозь года. А потом им эта женщина уже надоедает, и они находят себе молоденькую пассию. Такое тоже бывает. И я безумно рада, что есть такие вот парни и такие вот мужчины, как вот из предыдущего комментария. Ваши шансы получить от нас то, что вы хотите, увеличатся в сотни раз, если вы будете говорить с нами без намеков. Подписываюсь под этим, я была так расстроена своей второй половинкой из-за того, что он не понимал моих, казалось бы, прямых намеков. Иногда он раздосадованно отвечал мне, я не понимаю намеков, женщина, просто скажи, чего ты хочешь. Он реально помог наладить наше общение. Я не знаю, почему мы думаем, что не можем просить о чем-то напрямую. Вот поэтому я очень мало общаюсь с девушками. Мне очень тяжело с ними общаться. С парнями они прямо говорят тебе все в лоб. Я тоже так привыкла. Но с девчонками, когда я пытаюсь с кем-то подружиться, мне безумно сложно общаться. Это реально проявляется в общении не только между парнем и девушкой, но и между девушкой и девушкой. Вроде бы она тебе может даже улыбаться. Все хорошо. А затем ты слышишь какие-то слухи за спиной, какая-то хреновая, как ты там что-то не то сказала. При том, что я сказала это, и по факту она могла меня как-то поправить, объяснить, что ей это неприятно. И это очень печально. Поэтому надеюсь, что будет больше девчонок, которые понимают, что говорить правду прямо в лицо, это очень круто. Это действительно очень круто. Да, можно сказать как-то ее не завуалировано, да, а помягче, чтобы человек понял. Ну, самое главное сказать. Потому что такие случаи с разговорами за спиной у меня были неоднократно в моей жизни, в разных возрастах. Мы не видим никакой проблемы в том, чтобы после душа вытереть одним полотенцем и лицо, и яйца. Как правило, сначала мы вытираем лицо, затем мошонку. Но иногда нам приходится вернуться обратно к лицу. В этот момент мы молимся, чтобы попалась незапачканная часть полотенца. Добавлено, незапачканная. Не, у меня чистые яйца после душа, чтобы вы понимали. Просто вытирать яйца, а потом лицо, это, ну, такое. А на следующий день полотенце все забывает и ресетится. Настоящее чудо природы. Я в душе, полотенца нет. Прошу Русю, принеси, пожалуйста, полотенца. Да, он приносит одно, небольшое, говорит, вот, держи. У меня как бы и полотенце для одной области нужно, и для другой области нужно, и для волос нужно. У меня, держи одно полотенце. Справляйся как хочешь. Как эта логика работает, я не понимаю. И даже до сих пор, ну, до сих пор. Мы живем сколько вместе. Я не могу с этим свыкнуться. Зато Руся, когда я теперь прошу полотенца, он приносит два. Да, одно может быть маленьким, второе, большим. Хотя бы два. Конечно, идеально три. Ну, хотя бы два. Если я хочу побыть один, это еще не значит, что я не хочу быть с тобой. Просто в этот момент я не хочу быть с кем-либо в принципе. Дико это понимаю, иногда я чувствую, что не хочу вообще никакого общения, и не важно, насколько мы близки. Для меня даже дело не в том, что мне грустно, или я бы не хотел, чтобы кто-то был рядом. Иногда мне просто нужно время подумать и разложить все мысли по полочкам. Но если кто-то хочет тихонько побыть рядом, то это не проблема. Я не против составить компанию, просто хочу ментальной тишины. Я не парень, но у меня тоже такое бывает. Когда ты думаешь о чем-то, загружаешься максимально, пытаешься что-то вычислить или сделать какие-то выводы, и кто-то рядом активничает, говорит что-то, смотрит, слушает. Лично мне тоже гораздо проще остаться наедине, помыслить насчет этой темы, да, о чем я там раздумывала, и затем уже общаться с человеком, как-то с ним взаимодействовать. Так что здесь дело, скорее всего, в людях вне зависимости от их пола. Да, я действительно считаю, что твои волосы выглядят хорошо. Они хорошо выглядели и до, и после твоей стрижки. Они хорошо выглядели и прямыми, и кудрявыми. Они выглядели хорошо и когда ты только проснулась, и когда ты привела их в порядок. Пока твои волосы выглядят как волосы, мне кажется, что это выглядит хорошо. Вот бы больше девушек это понимало. У меня ужасная прическа. Да, я знаю, я думаю, что это охренеть как прелестно. Плиз, просто будь милой. Серьезно, девушки не понимают, насколько хорошо они выглядят с нерасчесанными волосами. Не знаю. Чаще всего нам совсем не важно, куда пойти поесть. Потому что мы голодные и просто хотим еды. Любой еды. Нам лишь бы мы оба могли поесть. В 99,9 случаев мне все равно. Я не пытаюсь перекинуть ответственность за выбор еды на тебя. Просто если выбор за мной, то я как бы могу приготовить макарон с сосисками, добавить туда кетчупа и вуаля, получится ужин. Я знаю, что это недостаточно круто, поэтому выбираешь ты. К счастью, я нашел кое-кого, кто с радостью ест и такое. Поэтому у нас не бывает дней, когда мы не можем определиться с едой. Мы просто открываем полки, холодильник и готовим что угодно. Мы не понимаем намеков. Если ты скажешь, я почти попала в аварию, я не восприму это всерьез. Просто подумаю, спасибо за предостережение, буду аккуратнее на дороге. Тонкие намеки не работают, очевидные намеки не работают. Нам нужно все объяснять как детям, иначе это не работает. Когда я пытаюсь уловить намеки, я всегда что-то понимаю не так. Подтверждаю. Источник. Хорошая подруга-коллега как-то спросила у меня на работе, не замечаю ли я каких-то изменений в ней. Я сказал, что она вроде сбросила вес. На что она ответила, что уже 5 месяцев как беременна. Блин, у меня такое бывает со своими кровью. Она мне говорит, ты ничего у меня не замечаешь? Я смотрю на нее, да вроде бы все по-обычному. А она пытается показать мне, что она схуднула. Ну как бы, парень, ну тоже такое бывает. Вот смотришь на человека, ну не понимаешь, что изменилось. Вроде все как обычно. Может быть просто я настолько невнимательна была в принципе. Нет, ну она вроде похудела, я потом начала присматриваться. Но когда она вот нифига это сказала, у меня шок. Я и думаю, а что мне сейчас сказать? Сейчас ничего не скажу, человек обидится. Что-нибудь скажу, а вдруг не то упомяну. Ну и я по итогу ничего не сказала, и она обиделась. Нет такого количества горячего секса, которое остановило бы нас от мастурбации при первом же уединении. Это два разных способа расслабиться. И секс с тобой только добавляет мне воспоминаний для очередной дрочки. Кивок. Когда ты видишь чела, которого ты не знаешь или недостаточно знаешь, чтобы подойти и заговорить с ним, ты немного киваешь головой, и он тебе кивает от тебя. Че? Я говорил об этом со своей женой, и она подтвердила, что женщины так не делают. Но вместо этого иногда они улыбаются друг другу. Ментальная боль от того, что ты не можешь почесать у себя между ног в публичном месте. Мне требуется 100% силы воли, чтобы не делать этого. Этот зуд может сводить с ума, и эйфория от почесывания так прекрасна. Иногда я думаю, что собаки чувствуют примерно то же самое, когда им чешут за урт. Есть причина, почему карманы мужских штабах глубокие. Достаточно глубокие, чтобы ты мог дотянуться до своих яиц. Дамы, вам нужно хорошенечко нам врезать и проорать, что есть сил? Выбей меня прямо сейчас! Чтобы вы уж точно поняли намек. Блин, мне подруга один раз рассказывала такую историю, она очень личная. Но там прям всё было, ну очевидно, что девушка, ну вот, ну готова уже, ну вот готова. И так она перед ним, и всяк она перед ним. Она уже как бы в негалеже. Там уже, ну почти ничего не прикрыто. А он сидит и пялится там, то ли в компьютер, то ли в телевизор, я уже не помню. Ну как так можно? Нет, она просто с нихера будет ходить тут в негалеже перед тобой. В одном фартуке. Ну, типа, удобно ли готовить голой в одном фартуке? Как вы думаете? Вот как вы думаете? До парня не дошло абсолютно. Абсолютно не дошло. Может быть, не знаю, он был не в настроении для этого, или что вообще? Как? Ну как этого можно не понять? Любой парень, выходя из душа, хотя бы раз использовал свою незапланированную эрекцию, чтобы удержать полотенце. Наш личный лакей. Мы дико хотим, чтобы вы нам все подкидывали, а не просто давали в руки. Когда я попросила мужа подтвердить это, он ответил, хе-хе. Да, ловить вещи это весело. Лол, та же тема. Я спросила своего, и он ответил ровно так же. Надо спросить будет. Как-то раз девушка мне сказала, что у меня классная стрижка. В итоге я не менял стрижку 4 года. Ого! Мы не можем двигать пенисом, не сжимая задницу. Не могу остановиться, помогите. Ты только что заставил всех мужиков в интернете сжимать свои жопы. Такую власть не купишь за деньги. Ого! Интересно. То, что мы дофига времени проводим в душе, еще не значит, что мы дрочим. Пацаны тоже любят горячий душ, знаете ли. Да, иногда я просто отключаю мозг и стою под душем 5 минут. Ого, так смотри, кайфовать. Часов. Часов? Я люблю обнимашки. Ты монстр, спорю, ты еще любишь держаться за руки. Ёбаные дегенераты, жесть. Чего? А я что не так в обнимашках, это же мило. Я не пялись на тебя. Я завис, думая о том, как было бы клево открыть пивоварню в средневековой Англии. В то время, как мой взгляд случайно пал на тебя. Блин, у меня срезать такое было. Он смотрит на меня таким взглядом. Я думаю, что со мной не так. Я проверяю волосы. Как я внешне выгляжу. Может быть, что-то не так. Затем смотрю на стеллаж. Может быть, что-то там со стеллажом не так. Я начинаю думать, что он хочет. Что со мной не то? Он такой, а, да. И начал говорить вообще на какую-то левую тему. Как это работает, я не знаю. Но тоже подобное испытывала. Так, ну теперь посмотрим, что же каждый парень делал. А ты, если парень, не стесняешься, то напиши в комментах, так ли это или же нет. Вот подтверди или опровергни. Мужчины, что, как вам кажется, делают или хоть раз делали все парни? Нажать на смыв, когда сышь, и пытаться успеть доссать до того, как все смоется. После твоего коммента многие мужики начнут делать так же. Всегда. Вместо того, чтобы использовать завязки для упаковки хлеба, я просто закручиваю открытый конец пакета и заправляю его под низ. Это единственный нормальный способ упаковать хлеб. Завязки используют только чванливые сучки. Ах ты, я же понюхал, блин, как это звучало. Ну ладно. Он меня обзывал, я бы тоже в аквиты. Когда я один, я врубаю бистмод и бегу вверх по лестнице. Строго через одну ступеньку, только так. Я через одну ступеньку только и хожу по лестнице. Я не могу вот по лестнице идти вот по каждой ступеньке. Мне кажется, я умру соску, если буду так делать. Конечно, если я в платье, то да, мне приходится быть такой вот леди, особенно на каблучках. Хотя да, стоит уточнить, что в платье и с каблуками. Если платье и кроссовки, мне вообще пофиг. А вот платье и каблучки, я такая прям леди. Ну, в первую очередь, чтобы не шмякнуться и не упасть на них. И там, да, вот каждую-каждую ступенечку, её нужно прощупать своими ножками. Ну а так я не могу. Мне просто как будто не терпится уже преодолеть эту долбанную лестницу. Фантазировали про своих подруг женского пола. Подруги женского пола – это просто женщины, которых мы собираемся выебать. У меня много друзей, парней, и меня успокаивает то, что как бы они все прекрасно понимают, что я в отношениях, и меня ничего ни с кем не интересует. Так что надеюсь, что у меня такого нет. Ну реально, просто я открыто показываю свои отношения именно для этого, чтобы подписчики не думали ни о чем вот подобном, да, подписываясь на меня. Они просто понимали, что я человек, я личность, а не девочка, которую ты ждёшь, чтобы вот заполучить её, охмурить своими комментариями или ещё чем-нибудь. Нет, это не так. Я просто обычный человек. Да, девушка, да, женщина. Но моё сердце уже занято, и надеюсь, что мужчины это понимают. Думали о том, чтобы заморозить время и делать всякие неприличные вещи с людьми. Дрочили до тех пор, пока не становилось больно. Каждый раз, когда я возвращаюсь домой после командировки, я вижу у мужа на члене ссадины. Эй, сладкий, я дома. Ох, как же мне хочется секса. Хочешь немного? Нет, боже, не трогай его, пожалуйста. Каждый мужик хоть раз просыпался со стояком, шёл пасать, и ему приходилось стоять, словно пизанская башня, чтобы не промазать мимо унитаза. Неужели я единственный, у кого член стоит ровно прямо? В моём случае, достаточно просто встать на полметра дальше от унитаза. Есть ещё один понт, когда ты ссышь после того, как кончил. Струя ведёт себя непредсказуемо. Сначала моча вообще не идёт, а потом выстреливает хрен пойми куда. А ещё... Что-то как-то неловко. Хуже, когда появляется двойная струя. Буглили, нормальный ли у нас размер члена. Даже если он больше среднего, мы всё равно параноим. Я всё время слышу разные мнения по поводу размера моего члена. Одни говорят, что он нормальный, другие, что маленький. И третий, что он у меня больше среднего. Я не знаю, что и думать. На самом деле, не важно, что подразумевается под понятием средний размер. Мы, мужчины, в общем-то, видим пенисы только в порнухе. Поэтому и чувствуем себя неполноценными в сравнении с порноактерами. Я полагаю, что все мы втайне боимся, что у женщин такое же предвзятое отношение из-за порнушки. Не важно, сколько раз мы слышим, не парься, у тебя отличный размер. Мы всё равно считаем, что женщина лжёт нам, потому что ей больше важны мы, а не размер нашего пениса. Порочный круг. Мастурбировали, потому что больше нечем было заняться. Или потому что не спалось. Мы считаем девушек гораздо привлекательнее, если мы знакомы с ними в реальной жизни, а не только видим на фото. Определённо. А ещё смотреть настоящее секс-видео гораздо круче, чем обычную порнуху. Все парни в какой-то момент жизни по той или иной причине делали кивок в сторону другого парня. Они кивали и женщинам, но в ответах ждал лишь растерянный взгляд. Более того, мужчин никогда не учили технике кивок. Она просто существует в их жизни на уровне инстинктов. Я понял, что когда я нюхаю свои пальцы после того, как почесал яйца, у меня есть три реакции. Не пахнут, интересно. Ага, вот добротый запах яиц. Интересно? Ё-моё, какого хрена? Даже если это номер три, это всё равно номер два. Сморкаемся в душе. Размахиваем одеялом, чтобы освободить пердёж. Делаем вертолёт пенисом. После того, как... Это же мои булки, как я понимаю, да? Я это уже знаю всё, парни. Попосым мы стряхиваем с члена оставшиеся капли. Затем убираем его в трусы. Но бывает, что внезапно неожиданная струйка брызгает в трусы и стекает по ноге, оставляя видимые мокрые пятна на штанах. Тогда мы моем руки и случайно проливаем воду на промежность и ногу. Когда меня спрашивают, если бы ты однажды проснулся девушкой, что бы ты делал? Я сразу же думаю, что я просто сидел бы в постели и мастурбировал целый день. Ну а ещё мы, парни, находясь в общественном месте, часто заправляем свой ниндзя-стояк под ремень или резинку. Если бы у тебя был всего один день в качестве девушки, ты бы, вероятнее всего, потратил бы весь этот день на то, чтобы понять, как мастурбировать. И если бы тебе повезло, то, возможно, успел бы один раз кончить. Поначалу девушкам очень сложно влиться в процесс мастурбации. По крайней мере, могу сказать по своему опыту и опыту своей подруги. Следующий трет должен быть со следующим вопросом. Девушки, сегодня утром я проснулся, и оказалось, что я девушка. Какой самый лучший способ подрочить? Раскачиваю член туда-сюда, так что он шлёпает по ногам. Обычно мы делаем это перед зеркалом. Я... у меня так не выходит, он слишком маленький. Да нормально всё. Говорим себе, что сейчас будем дрочить несколько раз, а после того, как один раз кончим, решаем прекратить. Когда сым, мы пытаемся накрыть всю поверхность воды пузырьками мочи. Когда я пишу комментарий в профиле фейсбука какой-нибудь девушки, я перечитываю его миллион раз после отправки, чтобы понять, что он точно не идиотский. Но он оказывается идиотским. Я так же делаю, когда оставляю комментарии на ютубе. Оставляем, как бы мы спасли свой офис, школу или другое место от террористов. Ну, знаете, в стиле крепкого орешка. Ой, мне тоже такое бывает. Хоть раз рассматривали свои какашки, когда заканчивали срать. Иногда хочется просто насладиться тем шедевром, который ты только что создал. А затем нужно обязательно взвеситься, чтобы узнать, сколько ты скинул после бомбёжки. Разве девушки не делают то же самое? У них это порицается или что? Я, например, всегда смотрю на какашки. Это, в принципе, лучший момент сранья. Это как-то странно. Если говорить про взвешивание, мне кажется, это взвешиваться нужно как бы утром, чтобы посмотреть, сколько ты весишь без еды. И вот этого всего лишнего в твоем организме. Смотрим романтические комедии в одиночестве. Никто больше не должен быть рядом. И никто не должен знать об этом. Кстати, я о чём-то подобном подозревала. Потому что Руся как-то романтику вообще отрицает. Вот он видит какое-либо аниме, что-то там романтичное, всё, ну нахрен. А затем я узнаю или как-то понимаю, что, допустим, я смотрела что-то на стриме, и он так немножко подглядывал. Или же он сам видел какие-то отрывки по чуть-чуть. Вот так вот. Снимаю трусы, пинаю их ногой и ловлю рукой. Чувствую себя после этого чёртовым мастером ниндзя. Блин, я так делаю с футболкой, типа снимаю, так же ногой тоже, но с футболкой. Удаляем историю поиска в браузере. Режим инкогнито, бро. Хоть раз высирали такую большую какаху, чтобы было больно. В моем случае на бумаге осталась кровь. 95% постов про члены. И про какашки. Члены это то, что делает нас мужчинами. Ну ладно, про какашки там меньше было, но всё же. Девушка, и ты запостила на фейсбук свою фотографию в купальнике, то знай, что в списке твоих друзей есть парень, который из-за этого потерял несколько своих неродившихся отпрысков. Направляем струю мочи прямо в край воды в унитазе или чуть выше, чтобы люди не узнали, что мы писаем. Чешем или поправляем своё добро через карман. Во время ходьбы периодически слегка раскидываем ногами, чтобы яйца отлипли от ноги. Каждый чел хоть раз засовывал себе член между ног, чтобы посмотреть, как бы он выглядел, будь он женщиной. Измеряли свой член. Понятное дело, каждый чел хоть раз измерял свой член. И понятное дело, каждый чел начинал мерить от жопы. Эм, чего? Начинают мерить от жопы, пытаясь убедить себя, что он длиннее. Источник, у меня 45... Что за звук был? Это был... Что? ...антиметровый член. Вообще-то я никогда не измерял свой член. Только сравнивал его с другими вещами, такими как пульт от телевизора или тюбик зубной пасты. Получается, я занимался псевдоизмерениями. Так, запишу себе. Не чистить зубы и не переключать каналы у Рика дома. Да ладно, мы же все понимаем, что ты не пойдёшь к телевизору, чтобы переключить канал. Каждый мужик хоть раз пытался проверить, как далеко он может отойти, пока сыт, и при этом попадать струёй в унитаз. У меня когда-то был друг, который мог ссать через дверь кабинки в другой туалет. Это... Это как? Чё это, блин? Зачем из цирка? Пожарею о твоей утрате. Как женщина меня совершенно ужасает и одновременно восхищает то, что вы здесь пишете. Мне кажется, что я вторглась в какой-то древний священный ритуал. Ты недостойна тех знаний, которыми меня одарили. И теперь я знаю все ваши секреты. Вот у меня тоже есть такое ощущение, как будто типа, о, как интересно, но я не должна была. Это вот прям описала, хорошо. Я называю это колокольчик, когда я ставлю ноги на ширине плеч и раскачиваю своей мошонкой вперёд-назад, словно колокольчиком. Не обязательно кричать, описывая колокольчик. Принимая душ, я сижу в углу в раздумьях, а вода льётся мне на голову и плечи. Хоть раз гуглили имя знаменитой актрисы, за которым следовали слова обнажённая или голая. Писали в души, пытались сосать свой собственный член. Моему двоюродному брату... Можем это удалось. Интересно. Это ну прям чё-то как-то неожиданно. Ну там про пиписьки, там кокули, писюли, вот этот вот сон. Я была готова слышать, но не вот это. Его нашла тётя, у него на губах лежали яйца. Воу, у твоего братана, видимо, так себе получилось поссать в душе. Я в течение многих лет так часто сал в душе, что теперь, когда я включаю душ, мне сразу же хочется отлить. Каждый раз. Прям рефлекс собаки Павлова. Носили одну и ту же одежду 3-4-5 дней подряд. Джинсы грязные только тогда, когда они на вид становятся грязными. Сидя на толчке, мы пытаемся плюнуть в унитаз и задев член. Когда сын пытаемся плюнуть прямо на свою струю. Как женщина могу сказать, что этот рэд оказался более информативным, чем 10 лет подписки на журнал Космополитен. Ну, спасибо, Космо. Про мужчин такое о подобных журналах не расскажут уж точно. И психологию мужчин какие-то моменты можно понять только из таких вот честных комментариев от души, анонимных чаще всего. Ну, потому что за никнеймами скрывается человек, может быть, какой-нибудь офисный работник, может быть, чей-нибудь начальник. И вот ты видишь его серьезного вот прям мужчину, который на самом деле занимается вот такими вот вещами. А что делать-то? Но не убирали ее. Пердели так сильно, что пердеж царапал внутреннюю поверхность ануса. Это первый раз, когда я поставил лайк каждому комментарию в трейде. Так много жизы и так много стыда. Оцениваем каждую девушку в комнате, кого бы трахнули в порядке убывания. Хоть раз было, что хотелось трахнуть секси-сестричку своего друга. Не знаю, ну, я не буду говорить о всех девушек, но мне кажется, это странно. Я просто не могу такого представить. Типа, ты сидишь с друзьями, с друзьями, и типа так их оценивать. Ну, потому что хоть подруга, да, подруга женский пол, но это в первую очередь друг. Как бы друг-девушка. И отношение, мне кажется, должно быть совсем другим. Хотя, каждая, наверное, по-своему относится к подруге. Кто-то вот в таком смысле, кто-то, наверное, по-нормальному. Кали штаны по пути в туалет, чтобы сэкономить время. Пытались найти порно с девушкой, похожей на свою знакомую. Я уверен, что все мужчины хоть раз дрочили на что-нибудь в фейсбуке. Сали в раковину. Я могу абсолютно честно сказать, что за свои 38 лет жизни я никогда даже не рассматривал такой вариант. Хотя я сал прямо на заднем крыльце своего дома. В душе мне нравится набирать воду в ладонь, прижатую к груди. Потом раскрывать ее и смотреть, как вода падает вниз и разбрызгивается. Ну, прикольно. Не думал, что кто-то еще так делает. Изменено. Только что понял, что я неправильно прочитал вопрос. Несмотря на это, нашлось немало челов, которые делают так же, как я. Люблю вас. Я делаю так. Иногда, вместо того, чтобы просто раскрыть ладонь, я подбрасываю набранную воду вверх и смотрю, как она принимает странные формы воздуха. Изменено. Теперь я знаю, чем завтра заняться в душе. Как и я, обожаю громкий звук плюхания воды, а пол. Попробуйте принять душ, жуя при этом жвачку. Но вместо того, чтобы надувать пузырь воздухом, звук получается, когда этот водный пузырь плюхается о душевую плитку. А мне нравится вот просто набирать вот так вот воду и вот так вот подкидывать. Не у груди держать, а именно вот так вот. Сегодня я поняла, что мужчины мерзкие существа и что мне побыстрее нужно стать лесбиянкой, пока кто-нибудь не нассал мою раковину. Ты не должна была это читать. Уходи, уходи, пока еще можешь. И, кстати, женщины такие же мерзкие. Даже не пытайся это отрицать. Ну, если честно, после женских туалетов и того, что порой я там видела, можно с ним частично согласиться. Я не буду равнять всех мужчин под одну гребенку, хотя я, ну, прям супер чего-то жесткого, ну, кроме мальчика со сломанной шеей и тем, что он сам себе того пытался делать, да, я прям не видела. Ну, блин, с пиписьком там играется, на какую ли смотрит, вот эти струи, это, ну, невинно, мне кажется. Меня смотрел только момент с... Вы понимаете, о чем я говорила. Вот, насчет женских туалетов. Если бы мужчины когда-нибудь туда заходили бы, они бы разочаровались в женщинах. Мы были когда в Доминикане, там было одно место, и вот нам пора уходить, и надо быстренько сходить в туалет. Я захожу в женский, невозможно не только нормально там дышать, но и туалет, стены вокруг. Я просто охренела. Со мной сошла другая девушка, говорит, что там кто-то есть? Я говорю, нет, просто можете зайти смотреть сами. Она посмотрела, тоже охренела, и мы вдвоем с ней пошли с нашими мужьями. Мужской туалет первый раз ходила я, меня сторожил Руся, а она пошла, получается, в соседний, ее сторожил ее муж, так что оказалось, мужской туалет был ухоженнее, чем женский. Ну и в школе, то, что я видела в женских туалетах, господи. Нет, реально, если бы мужчины увидели бы женские туалеты, они бы разочаровались в женщинах. Это я вот точно могу сказать. Так что, вот знаете, там как мужчин думают, что женщины не пукают, это вот пуканье, это просто очень-очень лайтово по сравнению с тем, что в женских туалетах порой бывает, ну просто поверьте, это все зависит больше, наверное, от человека, а женщина, мужчина, это, ну, конечно важно, конечно важно, но все же и женщина может делать какие-то странные вещи, и мужчина тоже. Хоть раз в шутку говорили другу, что ты хочешь трахнуть его маму, но на самом деле были абсолютно серьезны. Когда мы срем, мы пытаемся сделать так, чтобы член не коснулся унитаза. Весь третт прошерстил в поисках коммента, пробовал свою сперму. Теперь я уже не уверен, что я нормальный. Это же Reddit, как так получилось, что никто этого не делал? Сегодня я понял, что все эти странные вещи, что я творю, абсолютно нормальные. Большое спасибо за просмотр в комментариях. Я просто взял, посмотрел видосы, посмотрел Reddit и понял, что он не одинок. Я обожаю такие видосы. Да, они смущающие, да, они немножко стрёмные бывают в каких-то моментах, но они честные и открытые. А я, лично я, это в людях ценю. И очень часто за масками людей, за их серьёзными мордахами скрывается вот тот самый парень, который сыт в рак или пробует сам себе сделать. Ну, вы понимаете, что... Так что, я такие видосы обожаю. Можно ещё поискать что-то подобное про девчонок, если на канале Афоу-то будет. Ну, а с вами была Ева Милия. Жду обязательно ваших комментариев, если вы девушка, что вы об этом думаете, если вы парень, что вы также об этом думаете. Может, можете что-то добавить, если не стесняетесь. И всем пока!